Ребята, всем привет! Вы на канале Квадролайф. Меня зовут Марина, и я мама четверняшек. А в этой истории мы вам расскажем, как мы снова попали в больницу и провели целую неделю в разлуке. Леша остался с тремя дома, один на хозяйстве. Да? Да! Вы сможете увидеть наши будни, как мы провели время, как мы лечились, что мы кушали, увидеть польскую больницу, в которой мы лежали. В общем, оставайтесь с нами! Да? Поехали! Наш солнышко разваливает больницу потихоньку. Да? На очко. Только что пришли эти результаты рентгена. Двухсторонняя пневмония подтвердили. Скорее всего, вирусная, потому что общий анализ крови не подтвердил каких-то заболеваний. Вот наш аппарат сатурации 99. Это в кислородной маске. Сейчас мы будем снимать. Да, снимать будем и кушать. Ну, а постоянно у нас накапельница, постоянно с этим датчиком, кислородной маске и ночью, и днём. Это уже вторые сутки, но, слава богу, диагноз уже поставлен. Вот у нас ингалятор. Сюда у нас заливаются лекарства. После ингалятора мы тут же обратно возвращаемся к кислородной маске. Так выглядит наша палата симпатично. Вот здесь у нас наша тумбочка. Под кроватью наши вещи там были в сумке. В тумбочке тоже предметы мыльно-рыльного. Здесь есть даже ванночка для маленьких деток. И там в коридоре вот есть отдельный умывальник. Там дальше туалет с ванной и душевая кабина, где можно покупаться. Вторую половину палаты я вам не покажу, потому что там девчонки, мамочки, лежат с детками. Вот сегодняшний наш обед. Это зелёный суп. Полезный зелёный суп с овощами, со шпинатом. Это не зелёный борщ, ребята. И пахнет он не так, как зелёный борщ. И на вкус он не такой, как зелёный борщ, поверьте. Ну, зато полезно для ребёнка. И вот такая вот картошечка, два шарика пюре, морковка и белая рыбка на пару с зеленушечкой. Кусочек масла, ещё булочка есть, я её в ящик положила. Такой обед. Для меня, кстати, не предназначена еда. Это только для ребёнка. Я там доедаю, скажем так, что остаётся после него. Плюс я взяла с дому. И плюс, конечно же, Лёша вчера положил малышей. Оставил Диму на... Так, ты опять сдвинул датчик. Оно, когда пищит, у меня начинает паника. И Дима остался на... На хозяйстве с малышнёй, пока детки спали. Лёша приехал. Давай пальчик, давай. Давай пальчик. Нам нужно сатурацию мерить. Давай пальчик, Китя. В общем, он привёз мне всё необходимое. Помимо того, что я взяла, когда ехала. У него такие скрипы. Он так, особенно утром, когда проснулся, он еле вдох делал. Да, моя Китя? Да. Да. Но он уже разбирается, в общем, в аппаратуре этой больничной, да? Какой пальчик? Он выбирает, на какой пальчик мы датчик ставим. Давай, какой пальчик? Давай, на этот? Давай. Это прищепочка. Давай, глубже, глубже ложи. Суп хреновый, но очка его всё рвает уж. Ой-ой-ой. Да? Ну и как тебе зелёный супчик? Нравится? Зелёный супчик. Зелёный супчик, да. Он сказал, что он будет сам его кушать. А сатурация у нас уже 93, пока мы кушали. Маску сняли, видите? Давай, сыночка, кушай, потому что нам придётся в процессе одевать маску. У нас был завтрак, это мы так 3 ложки берём и одеваем маску. 3 минуты дышим, пока сатурация не поднимется. Капельницы уже сняли. Я его обмахиваю этими документами. Следим за сатурацией. Сатурация немножечко выше, уже лучше. Пока он дремкает, я сейчас его немножечко охлажу и перекушу. Боже мой, у тебя такая прическа красивая. Маленький мой, давит пальчик, да? Давай другой пальчик, боже мой. Давай другой пальчик, сыночка, покажи маме пальчик. Смотри, где был. Маме пальчики. Маленькие. Китя мой. О, по тебе солнышко. Я желаю каждому ребёночку здоровья. Ушки тоже, смотрите, какая-то резиночка жмёт нам. Мы и днём, и ночью просто в этой маске. Пришло время ингаляции. Он почему-то боится этого ингалятора, потому что ингалятор создаёт какие-то дырчащие звуки. Он же муркочет, как котик. Ну это, а мама при чём тут? Только что вводили стероиды внутривенно и принесли нам вот такую вот мисочку-контейнер, потому что когда вводят эти стероиды, ребёнка вырывает. Ничего, мы поправимся. Всё будет хорошо, мой родник. Самое главное, что у нас под маской есть сотка. Ребята, вот наш сегодняшний ужин. Помидор, кстати, мой. Чтобы вы понимали, короче, я уже надкусила, попробовала. Это малосольный огурец, творог солёненький, такой с фрегисочкой. Стаканчик кефира, персик и компотик. Короче, тут всё несъедобное, походу, кроме хлеба. Хорошо, что у меня есть перчик варшированный в холодильнике. Мы сейчас будем мясно. Перчик уже, да, солнышко? Ста, солнышко. Сейчас мы включим всё. Ну, а там развлекается. Вот сатурация у нас 94, то 93, то 87. Ну, судя по нему, он просто проголодался, и ему пофиг на сатурацию. Маска висит под этим подбородком. Чего у нас только не было в этой маске. И борщи. Сейчас будет перец фаршированный. Вот так вот, как мы голодны. Мам и принц. 92, 91, 90. Вот сейчас будет пищать. И вот оно. Вот. Ребёнок пьёт компот. 88, сатурация. Все здесь идут. Оденьте маску. Сын, обросай компот, одевай маску. Да, солнышко, давай масочку. Оп. У нас под конец дня немножечко настроение улучшается, сатурация поднялась до 97, 93. В общем, так колебается. И у нас идёт разработка лёгких. Вот такие вот у нас игры. Нам порезали капельницу. Конечно же, бэушную. От катетера. И мы вот такими вот приколясиками занимаемся. А я нашла... Вчера мне Лёша привёз такую штуку. Вот такой вот чупа-чуп. Чтобы я релакснула. Ну, а принял решение посидеть на полу. Да? Пупсик. Ты прирос уже к своей кроватке. Хочешь пиво попробовать? Да. На палочке такое. Хочешь? Да. Вкусное компетно. Попробуй. Не пиво. Не хочешь? Не пиво. Не пиво. Не пиво. Наши тапочки. Ну, как начали антибиотик давать, так я хочу сказать уже немножечко легче. Но вчера ему под вечер тоже было легче. Пиво. А за ночь ему прям хуже стало. Она отвалилась, да, сына? Вот так вот. Отвалилась и началась. А ты что кричишь? Сейчас пойдём менять. Попросим. Попросим, чтобы заменили. Но расстроился. Доброе утречко. Сегодня 13 июля, суббота. Мы в госпитале от среды. Поступили в среду ночью. Папа дома с трима малышами. Нас с утра уже разбудили. Сделали нам внутривенные стероиды. Он уже у нас такой смелый. Он ничего не боится. Сам делает ингаляции. Была гроза. Сегодня ночью такая большая. Молнии. Малыш боялся. Катетеры, уколы и разные капельницы мы не боимся. А грозы мы боимся. Мы обнимались с ним. Потом решили закрыть ролету, чтобы уснуть. Так и получилось. Мы уснули. Обнялись и уснули. На завтрак сегодня вот нам дали молочный рисовый супчик. Я его немножко подслащаю. Потому что он вообще без сахара. Как вам, да, сочетание? Молочный рисовый суп, ветчина, булка, масло и помидор. Ну, это будет такой сэндвич. Боже мой, одну тарелку мы уже съели. Ну, так как у нас тетя добрая. Еще. Давай, мама, тут сахарочку немножко положила. Потому что она никакая вообще без сахара, без соли такая вот. Ну, как в больнице. Вот так. Вторая тарелочка пошла. Каша рубалова. Да, мама, дядька. Прошу. Есть, дядька. Ну, то можно дать. Так, так, очевидно. Бо, вы понимаете, он может устала до 8, но а то уже с 30 до 9. А как он может на голодный желудок пить антибиотик? Он wcześniej не споржула ничего. Ничего, не. Чекаем на едение и позже споржула антибиотик. То, пожалуйста, прошу, чтобы лекарство прописали на 9.00. Ну, нехт будет о 9.00. То нехт... То нехт пани порозвавил по еду. А пани розуме, так? Что от 9.00 не берут на голодный желудок. Прошу, мы на отделе. Никто не было проблем. Мы всегда какие-то хрупки, что-то. През снаданем. Нет, през снаданем ничего не ем. Мы мами хрупки, разные едения. Но как он съед пред едением, то он уже не будет ем. През снаданья. Я пани розумею. Если пани не дает ему ничего, то прошу попросить лекарца, чтобы этот антибиотик прописал на 9.00. Доброе. Но я все сто не означаю, что я лекода... Доброе. Доброе, доброе. Не могу дать голодному детству антибиотик. Пани, пожалуйста, не подожди. Окей. Окей. Зараз. Две минуты еще. То, как это пробил, то доносите. Ну, я понимаю. Это не первый раз уже. Я знаю, как... Господи. Я переживаю за малышей, которые остались дома. Я очень переживаю разлуку. Не то, чтобы я переживаю за то, как они там. Я знаю точно, они с Лешей в надежных руках. Они сытые, мытые. И все хорошо. И тут тоже, конечно же, не без стресса, потому что, когда ребенок так серьезно болеет, мы почти трое суток на маске вспомогательной кислородной для дыхания. Сегодня ему немножечко стало лучше. И я, видите, масочку просто прикрепила к подушке. Сатурация вот у нас 97. Пока он бегал до сотни, навещал нас папа, приходил нам вкусняшек, принес всяких гостинцев. Мы так рады были его видеть. Мы расплакались тут все, потому что мы скучаем очень сильно друг за другом. Он уложил деток спать, попросил моего брата Диму посидеть, подежурить. И быстренько заехал в магазин, скупился, привез нам всякого-всякого. Я хотела с ним поменяться. Думаю, может быть, на сутки поеду домой к ребятам. Очень соскучилась он посидеть здесь. Но, знаете, как маму не пускает чутье, что я не могу бросить, оставить больного ребенка. Пусть и хоть на папу. Хочу сопровождать его каждую секунду, пока он болеет. Пока я не буду уверена, что он будет здоров, и мы поедем домой. Значит, хочу немножко рассказать о сегодняшнем наезде со стороны медперсонала. Потому что, так как ребенок находится на маске кислородной, и этот кислород висит у нас на стене, он стационарный. Все манипуляции, кроме, конечно, рентгена и даже УЗИ приезжал, УЗИст сюда с аппаратом. Сегодня же заступила смена немолодых девчонок. Я не знаю, почему молодые всегда доброжелательные, веселые, энергичные. А более старшее поколение, оно какое-то то ли вымаренное своей работой, то ли обозленное на жизнь и уже повидавшее многое. Они просто, они не такие доброжелательные. Не все, конечно, но вот сегодня как-то так попалось, наверное. И первое, что было, просыпайтесь, и у вас побор анализа крови. Я говорю, у нас вчера брали анализ крови последний, ну и как бы ничего не сказали по этому поводу, что какой анализ крови сегодня нам будут брать. Сегодня суббота. Я не знаю, у доктора спросите. Думаю, ну как-то так, ну так невежливо, как-то не знаю, как-то они так отвечали. Я думаю, ну сидим, разбудила ребенка, сама проснулась, сидим, ждем, пока бредут, у нас возьмут кровь. Она заходит и говорит, а что вы не идете? Я говорю, куда? Ну вот в манипуляционную. Я говорю, ну не знаю. Во-первых, вы нам не сказали. Во-вторых, мы не выходим, мы все время на маске. У нас там есть кислородный баллон, возьмите свою маску, возьмите трубочку вот эту вот, то есть отключите ее от своего баллона и приходите в манипуляционную. Я говорю, ну хорошо, ладно. Прихожу я туда, там кушетка, мне говорят, ложите его. Я его ложу, а у нас тут жарко в палате, и ребенок в одном подгузнике был. Брала я его из палаты в сухом подгузнике, пока я его донесла, я чувствовала, как он мне пописал, потому что чувствуется тепло. Я его ложу, и подгузник достаточно полный. Она говорит, ребенку надо было памперс поменять. Я говорю, ну это случилось вот у вас на пороге. Я говорю, я же не могла предвидеть и взять с собой все необходимые вещи, так сказать, чтобы сменить ему памперс. Ну возьмете кровь, я пойду поменяю. Она, нужно менять, потому что мокрым нельзя ходить. Я говорю, ну хорошо, я пойду сбегаю за памперсом. Думаю, господи, тебе так принципиально. Я пришла с памперсом, и как-то возмущена была, потому что, блин, это, знаете, дело принципа просто было. Вот ей прям нужно было, чтобы я поменяла этот памперс, этот подгузник. Я начала менять. Говорю, вы знаете, я... А, она там что-то еще бугнит, типа, вот нельзя, потому что бактерии там размножаются в такую жару. Я говорю, я вам объяснила, что ребенок уписался только что у вас на пороге, когда мы, по сути, заходили к вам в кабинет. Ну тут же и меняю, и говорю, вы знаете, у меня пятеро детей. Я знаю, когда детям нужно менять подгузники. Ну, поменяла, ему начали там брать кровь. Я говорю, вы подключили баллон кислорода, потому что я смотрю на аппарат, и вижу, что сатурация падает. А, да, мы подключили. Я обратила внимание на этот баллон, я просто прислушалась, и я не слышала характерного звука. Мало того, что там должен быть характерный звук, там еще идут такие бульбашки. Я говорю, ну я не знаю, как вы его подключили, но он не работает у вас, потому что сатурация падает все ниже и ниже. Я смотрю, она там с 97 уже падает на 93. Пока мы говорим, она падает на 92. Она, все, я подключила. Я думаю, ладно. Я через там 10 секунд поворачиваюсь, говорю, а почему он у вас, ну, нету, вот он не пускает газ, то есть никак ничего там не происходит в этом баллоне. Она, ой, я, наверное, не докрутила. Я говорю, как в подгузниках, так вы разбираетесь лучше, чем мама, а в своей работе, я говорю, вы как-то, ну, не доработали. Взяли, в общем, они кровь поменяли, нам катетер с одной руки переставили на другую, очень аккуратно, все было сделано, все нормально. И мы пошли в палату. Пока мы сидели в палате, и уже было начало 9-го, пришла вторая медсестра, говорит, у вас прием лекарств. Я говорю, да-да, мы знаем, в курсе дела. Я говорю, я жду, пока принесут нам завтрак. Она, у вас время, мол, принимать антибиотики. Говорит, я понимаю, но я ничего не дам ребенку, потому что он голодный. Вы должны были взять снеки какие-то, иметь с собой что-то, что-то по типу, чтобы перекусить, чтобы дать лекарства. Я говорю, ну, если я ему дам сейчас снеки, то он не будет завтракать, он перебьет аппетит. 10 минут уже роли не играет. Она, тогда скажите своему врачу, чтобы он переписал время выдачи антибиотиков. Ну, короче, неприятно, не хочу углубляться. Самое главное, что сегодня, ну, а к обеду уже лучше себя чувствовал. Правда, после того, как вводят стероиды внутривенно, ребенок становится как пьяный. У него ручки так обвисают, у него такие затуманенные глаза, какой-то взгляд такой. Он, вот прям аж у него, вот прям такая слабость в теле. Вчера утром, при том, когда вводили стероиды, он вырвал. То есть вот настолько реакция у детей. Она говорит, это бывает, это нормально. Ужин у нас, при том, что у нас женщина, которая носит ужин, она наша, украинка. И она нам по блату немножечко подкладывает. Она нам два кусочка масла положила, лишних два кусочка хлебушка. Вот такой вот тунец, такой салат-тунец с айсбергами, с кукурузкой. И вот она нам положила еще дополнительно колбаску такую, резаную, ветчину. А, это еще не все. Вот тут скажу, что. Йогурт Югабелла и очень вкусный нектарин. В общем, я, честно говоря, на стрессе. Это первый раз, когда я осталась с малышом в больнице, а Леша остался с тремя дома. Это первая такая разлука. Это первое такое серьезное заболевание после того, как мы выписались из инкубатора, из роддома. И я этого очень боялась, правда. Боялась вот таких моментов. Мы это переживем. Самое главное, чтобы Ноа поправился, чтобы и следа не осталось. Они у нас чемпионы. Каждую секунду говорю, ты мой чемпион, ты уже выдержал многое. Выдержишь такое. Все будет хорошо. Я настраиваю его, себя на позитив, разговариваю. И очень-очень тоскую за своими малышами, которые дома. Мы каждые 2-3 часа созваниваемся по видео. Ну, правда, мне прям не хватает такая разлука для меня, как ножом по сердцу. Я плачу. И Леша говорит, малыши очень скучают. Прям очень скучают. Адам два раза спал в кроватке у Ноа, потому что он скучал. Он Нотка, Нотка в больнице. Кай вчера тоже целый вечер. Леша говорит, Кай говорит, Ноа в больнице. Ноа болеет, болеет. Ноа они привязаны. Они очень тесно связаны. И правда, очень скучают друг за другом. Ноа тоже. Папа, папа. Я ему звоню по видеосвязи на фейстайм. Мы разговариваем. Он Ноа будет говорить. Он выдирает у меня телефон. Рассказывает, где у него ВАВа. Где у него болит. Показывает, что у него грудная клетка болит. То есть, там вот, где в районе легких бронх. Бедненькие. Конечно, когда дети болеют, это жестко, страшно. Это ужасно. Но ничего. Ничего. Самое главное, что уже лучше, уже проще. И я немножко воспряла духом. Потому что первых два дня у него он прям задыхался. Он не мог дышать. И ему было очень сложно. Он так скрипел, свистел. И не могли. Первый день вообще сказали, что у него просто какие-то изменения в правой доле передней легкого. Сказали, скорее всего, что-то аллергическое, осматическое. В общем, а у него как он аллергик. И, скорее всего, что в совокупности дало вот это вот, как уже выяснилось, вирус. Плюс его аллергии на дрожжи, на ржаную муку. И сейчас мы поняли, что у него аллергия на киви. И у нас уже есть направление. Мы не успели даже записаться. Уже выпишемся и пойдем делать все тесты. У нас есть направление еще к ларингологу. Потому что у него очень сильно воспаленные миндалины. Скорее всего, как сказал доктор, педиатр, что ларинголог нам назначит удаление. Ничего. Там, где было сложно, там будет счастье. И будет все хорошо. Я верю в то, что придет и награда за эти страдания. И мы обязательно. Они на этот свет появились. И изначально много мучений было. И сейчас им тоже нелегко. Ноа попал, потому что он был самый слабый при рождении. У него были плохо... Они не были развиты. Легкие бронхи. Он был один из слабых. И он очень долго был в инкубаторе под искусственным. Тоже под кислородными масками и все такое. Вот его и зацепило. Наш еще детский сад. Бесконечное ношение вирусов домой в качестве подарков. И оно дало себя знать вот эти вот вирусы. Кто-то мне говорил, почему вы их в сад повели? Потому что вы были бы дома, ничем бы не болели. Да, мы не болели бы, но мы пошли бы в школу. И точно так же мы социализировались бы в каких-то обществах других. И мы все равно бы болели. Но одно дело переболеть в раннем возрасте. Это даже вам педиатры скажут. И другое дело переболеть тогда, когда ты уже более взрослый. Оберегать, сидеть дома с ними, никуда не выходить, избегать всех вирусов. Этого тоже невозможно. Выработают иммунитет. И дальше будет легче. Я искренне в это верю и надеюсь. Хочу немножечко вам показать, как выглядит больница. Здесь у нас... Ага, сори. Сори! Выключила кому-то свет. Значит, там душевая, туалет. Вот здесь вот лифт, выход. А вот здесь вот кухня. Здесь мы оставляем посуду больничную. Здесь есть даже плита, микроволновка, полотенце. Мыло, полотенце, дезинфектор, мойка, чайник. То есть, все необходимое. Холодильник. Вот это вот наше. Вот это вот наше. И там еще лоточек наш. И ванная комната, про которую я вам говорила. Ну, ничего не примечательного, все необходимое. Единственное, что нет зеркала. Здесь есть табуреточка для тех, кто не может стоять. И ни одного крючка. Мыло, полотенце. Довольно чистенько, но старенько. Вышли мы сночка на прогулочку по коридору. Хотя, как бы, не рекомендуют гулять. Но, вот, все равно с детками, тех, кто долго в палатах сидят на месте. Дети с ума сходят просто. И, ну, невозможно не выйти. И у нас такая ситуация. У меня такой вид, как будто бы ребенка на поводочке вывело гулять. Товарищ главврач. Скажите, пожалуйста... Ой, Зоечек. Боже, бедненький. Он шатается. Слабенький. А скажи, пожалуйста, тут везде порядок? Да. Подожди, аккуратно провод. Провод. Проводочек, да. Ты порядочки везде проверим? Да. Моя умничка. Да, но проверяет, все ли тут работают в отделении. Пошли померяем рост. Пошли? Иди сюда. Вот сюда сюда. Вон там вот рост можно померить. Может, ты вырос за пару дней? А ну-ка, ближе, ближе. Ножки так к стеночке подвигай. О, вот. И... 98. Папа нам принес чупа-чупсы. И мы делимся. Как... Как истинные... Щедрые люди, да? Ам-ам... Мы договорились, что метал-сос у нас сегодня будет чупа-чупс. А он сказал... Согласился. Согласился. Так я Сосю выбросила. Нету Соси? Сыну. На, чупа-чупс. На. Ну, видно. Сегодня лучше. Раскапризничает тут-то хорошее. Признаки. Вы видели, чтобы дети не любили конфеты? Это наши. Нет! Нет! Помахай. Нет. Привет. Скажи, я хочу домой. Ты хочешь домой? Да. Скажи, я хочу домой. И все, я хочу домой. Ну, а, давай. Ну, а хочет домой, да. А, не найь. Не найь, не найь. Не найь, не найь. Ну, а хочет нажать? Да. Нет. Уже идет четвертый день, как мы четвером с ребятами, как Марина в больнице вместе снова. Алан, подожди одну секундочку. Господи, что ты нетерпеливый такой. Я же тебе даю, зачем ты их выбрасываешь? Вот так, да, вот так. Вот. Немножко расскажу о том, как ребята вообще чувствуют то, что нету возле них ихнего братика, нету Марины. Они это очень сильно чувствуют. Им это, их, ну, очень сильно не хватает. Они постоянно спрашивают, где Ноа. Постоянно спрашивают, где мама. Сегодня ночью, где-то в час ночи. Да. Сегодня проснулся Алан в час ночи и начал звать Маринку. Я к нему пришел, начал его успокаивать. У меня не получалось его успокоить, пока я его не взял к себе в кровать. Говорят, с ним не засну. Потом его сам просто отнес в кровать, да и все. Что, котик мой? А, сынок, оно не открывается. Должны вроде бы, как бы, выписать завтра, но неизвестно. Мы очень-очень-очень сильно их ждем, уже скучаем. Без них сложно, морально и физически. Ну, в принципе, справляемся. Все хорошо, просто, как бы, когда семья целая, то это гораздо лучше. А ребятки сейчас, видите, в хорошем настроении, играются. Что-то нашли себе какую-то игру. Каюху. Так что вот так. Пойдем дальше гулять. Всем хорошего настроения. У нас есть хорошие новости. Мы сегодня спали без маски. И вечер вчера мы провели без маски. Сатурация у нас стабильная. 95. Когда он активничает, она выше. Сейчас у нас ингаляции, там, беридуал, какие-то лекарства, в общем. Да, кстати, мы с тобой взяли Валерия. Валерий у нас в завязке. Он не пьет, потому что он от шока, испуга ушел в завязку. Нам сообщили, что стероиды будут сбавлять. Антибиотики мы еще принимаем. И вот такие ингаляции мы делаем. Он любит компьютер этот настроить. Сейчас 93, пока мы делаем ингаляцию. Да, вот так, вот так. Нервничает. Уже, знаете, уже есть силы и характер показать, и повредничать, и покапризничать. Это очень хорошие признаки. По поводу завтрака я немножечко сегодня вас насмешу. В общем, набор такой. Три кусочка хлеба у нас, но успел отщипнуть уже от него. Пол огромного вкусного помидора. Вы скажете, все, нет, не все. Еще моцарелла, причем она в пакете, еще в рассоле. Я просто думаю, с чего бы мне начать? С масла, с моцареллой или с помидором с хлебом? Ну, то есть, да, вот-вот, вот. Три кусочка хлеба, масла, помидор. И гвоздь программы моцарелла. Кстати, кружку мне подарил мой старший сын на день мамы. Очень приятно. Жалко, что он, кстати, не любит сниматься, и он так не особо хочет показывать себя. Давай, солнышко, да, 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 еще немножко. У нас его мало-мало, мало его у нас в видео можно найти, но мы как-то его уговорим. Леша готовил рагушечку. У нас яичко вареное, две сосиски, но сосиски это я для себя как бы разогрела. У нас вот такой творожочек и фрукты. У нас есть апельсинка и вот такие воровочки. Это, боже мой, воровочки, как они? Голубика. Сейчас намажем тот хлебушек со сливочным сыром. Квастаемся нашим воскресным обедом. Что-то по типу свекольника. Ну, можно сказать, по типу украинского борща. Но он такой кисловатый на вкус. И там вот приправа, он называется майранек. Вот это вот во все супы в Польше вложат. Пшенная каша. Капуста цветная, варная. И отбивная с подливкой. Ребятушки, боже мой, как же нудно. Как же нудно. Ну, а немножечко в себя как пришел, так вот он понял, что он не дома, что он очень сильно скучает. Он все время домой, домой к папе. Чем мы только не развлекаемся, да? Мы надуваем шарики из перчаток. Но почему-то их начал бояться. Тихо? Он говорит, не тихо. За счет того, что нам колят стероиды, как мне объяснили, потому что я заметила у него как будто бы вздутый животик такой. Думаю, газов не может быть, ничего такого не кушаем. И в принципе он так, чтобы много кушал, то нет. Но такой вот вздутый он. И все время хочет спать. Все время он такой сонный. Вот смотрите, прикладывая в голову. А вот наш аппарат, который показывает хорошие цифры 96-97. Это такой уровень сатурации у детей при насморке. То есть, когда чуть-чуть затрудненное дыхание. Я надеюсь, что нас во вторник выпишут, честно. Ему как только снимут внутривенные лекарства, которые вводят через катетер, все остальное мы сможем давать ему дома и продолжать лечение. И дома я нужнее, и мы нужнее дома. Он постоянно зевает, хочет спадки, такой весь вялый. Хочешь домой, зайчик? Да. Ты мой зайчик? Да. Ты хочешь к папе? Да. И к братикам хочешь? Да. У него все время носик красный, и глазки слезятся. Прям он сдерживается, максимально сдерживает себя, но не понимает, почему он здесь. Он все время домой, домой. Сегодня была такая ситуация, что он не хочет пить особо. И принесли чаек. Я говорю, давай, сыночка, чаю попьем. Он такой, я не хочу, нет-нет, отказывался. Я говорю, сыночка, ну тетя, вот доктор, говорит, нужно пить, говорю, чтобы быть здоровым. Говорю, а будем здоровыми, поедем домой. Он на меня смотрит так, берет эту чашку, подтягивает к себе, прикладывается и залпом выпивает. Ставит ее, говорит, все, домой. Так он понял мою речь. Постирала, вот повесила на кровать, пусть сохнет, чтобы не выдергивать уже, не нарушать порядок, спокойствие там у папы. Хотя, не могу сказать, у него там и порядок, и спокойствие, конечно, вряд ли. Мы уже все пересмотрели. Мы уже даже наш YouTube-канал пересмотрели. Они очень любят пересматривать видео с аквапарка. И все хотят в аквапарк. Будем ждать бабушку в августе. Она уже билеты взяла из Франции. Прилетят с Жизбергом. Прилетят, и мы пойдем обязательно в аквапарк все вместе. Сыночка, слышишь, мы пойдем в аквапарк. Да, пойдем в аквапарк. Сегодня у нас вот такие вот процедуры для того, чтобы отходила мокрота. Ну а, нравится тебе? Тебе нравится, сынок? Да? Ребята, нас сегодня соединили уже от кислородной маски. Сатурация стабильная, все у нас хорошо. Сегодня понедельник, напомню. Мы со среды здесь, точнее со среды на четверг. И был обход врачей, нас послушали. Подожди, равно он еще горячий нам принесли уже обед, но не может дождаться. Сказали, когда кольят стероиды, повышается хорошо аппетит. Вот такой вот у нас крупяной супчик. Очень вкусный, со специями. И вот такая вот пюрешечка. С курочкой, с такой подливой. И так мы хотим сладкий. Вот так вот. Но мы уже в таком настроении, более или менее. Очень хочет домой, очень хочет домой. Ты соску? Ты сосочкой делишься, да? Ну, да. Телефон. Телефону хочешь дать соску? Да. Да? Вот так. Всем привет, ребятки. Шестой день, как я сам, на хозяйстве с малышами. Очень-очень надеюсь, что их сегодня уже выпишут. Потому что хочу вам сказать, что я очень сильно устал. Я не жалуюсь. Просто как бы накопилось за 6 дней. Я с ними 24 часа в сутки. Не всегда получалось кого-то выцепить из друзей, чтобы вместе со мной погуляли. Потому что все заняты, естественно. Из этого всего можно вычесть какие-то плюсы. Конкретно хочу сказать то, что мы приучились уже так хорошенечко. Вот, пожалуйста. Адася, мы приучились уже к туалету. Вот. И... Адам, одень трусики, пожалуйста. Что? Я понял, хорошо. Только сказал по поводу туалета, уже все. Сразу же написал в трусе. Смотрим мультик, сейчас будем заниматься. Вот так. Вот так вот. Вот так вот, ребята, мне говорят. Вот так вот. Не, 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 конечно не. Очень ждем Маринку, очень ждем Ноа. Хорошо, что Ноа уже гораздо лучше. Хорошо, что он уже себя более-менее хорошо чувствует. У него хорошая сатурация. Надеюсь, что сегодня уже мы все будем вместе, да? Адастик? Ай, ты мой золотой. Все, будем на связи. Нам стало известно, что нас выписывают. Это выписывают домой. Не могу сказать, что мы здоровы полностью, но у нас уже ровная сатурация. И нет температуры, ему гораздо легче. Мы будем продолжать лечение антибиотиками дома. Колодца внутривенно уже не будет стероидами. Но профилактическое лечение будет продолжаться еще три месяца. Пока мы не посетим через три месяца аллерголога, не сделаем все тесты, не проверим все полностью показатели. Я очень рада, что мы сегодня едем домой. Как говорят, дома стены лечат. Другая атмосфера, другая обстановка. В семье, в кругу своих близких, родных. Это самое важное. Самое важное, что семья будет сегодня в сборе. Сегодня даже будет прогулочка вечерняя у нас общая с малышами. Мы в экспресс-режиме приехали уже в шпиталь, потому как мне Марина позвонила, сказала, что их выписывают. Мы на радостях быстро собрались. Ребята очень-очень-очень рады. Хотели, можно быстрее приехать. Он большой молодец. Я так горжусь своим мужем. Я не знаю таких мужчин, которые по целую неделю с тремя маленькими детьми со всеми задачами справлялись. Я не знаю таких мужчин, кроме своего мужа. Я правда горжусь и не устану повторяться, что желаю каждому ребенку на свете такого настоящего отца, папу, который и друг, и отец, и воспитатель. И просто самый лучший отец в мире, это правда. Ждем с нетерпением, а знаете, мороз какой-то по коже, трепет какой-то в душе, потому что реально прям соскучились. Соскучились, соскучились. Пошли, Норочка. Ну а, ну а, ну а, ну а, пошли. Оля, наконец-то, мы куда пойдем. Спасибо за цветы, ребята. О, Ласька. Зайчики мои. Каюша, иди ко мне, сынок. Боже, эти торсы. Валера, дочтами всю дорогу просто. Валерий нас поддерживал. Психологические, физические, нормальные. Марина, ты счастлива? Я так счастлива. Наконец-то. Я буду спать на своем. Я буду спать на своем. Все, Соня. Свобода. Давай, идем до дома. Горка, горка. Горка, горка. Горка, горка. Субтитры создавал DimaTorzok